На пятницу. 11.30, 12.00, либо 12.00. Записаться к врачу дистанционно, по телефону или через интернет. И никакой живой очереди и толкать не в регистратуру или у кабинетов специалистов. Во второй поликлинике детской горбольницы Волгодонская все четко по времени. Нам два с половиной, мы проходим медосмотр для садика. Пришли по записи. Вообще записались через госуслуги, очень удобно. И пришли в нужное время. Людей, как видите, никого нет. Очередей, как раньше было. Сейчас очень удобно. Врачам теперь не нужно искать и оформлять документы по долгу. Помогают электронные технологии. И как следствие, времени на пациента остается больше. Медосмотры детей до года тоже стали проходить быстрее. За счет правильной маршрутизации. Теперь весь процесс осмотра и диагностики занимает не больше часа. Внешний вид поликлиники тоже изменился. Открытая регистратура, удобная навигация. И это только часть бережливых технологий, которые придумали и внедрили в медучреждение. Первоначальная идея бережливых технологий заключалась в том, что нам необходимо было разделить потоки больные и здоровые. И вторая задача, которая стояла перед нами – ликвидировать очереди. Для этой цели были внедрены бережливые технологии. Процесс работы нашей поликлиники. И достаточно успешно они работают только на сегодняшний день. Забережливость в Зелесеев городской поликлинике номер 3. Здесь электронная очередь, комфортная зона ожидания, колл-центр с функцией перезвонить абоненту, продумана логистика для пациентов. И все это реализовано по проекту инициативного бюджетирования. Чем еще наш проект отличается? Тем, что мы все это делали с участием специалистов по ПСР «Росатом». Поэтому старались все делать по науке. Насколько хорошо получилось, могут судить наши пациенты. По крайней мере, текстоплотворений, которые на этом маленьком пятачке были по утрам, уже не наблюдаются. Следом к работе начали подключаться и другие. Например, БСМП организовывает бережливый стационар. И в этом году на новые технологии планируют перейти все учреждения здравоохранения города. Также у нас большое учреждение в городе. Это городская больница номер 1. Большое серьезное учреждение. И там мы для себя выбрали проект, на который обратить вот эти моменты бережливого производства. Это оптимизация лекарственных средств. В конечном итоге, при реализации бережливых технологий, оказание медпомощи выходит на качественно новый уровень, уверены и врачи, и пациенты. Анна Туполева, Николай Кубышкин, Дон-24, Волгодонск.